друзья всем привет было много вопросов по поводу отделки стен из пеноплекс сегодня покажу как буду отделывать стены также была масса вопросов по поводу изменения геометрических размеров стоек что в них пойдет влага неоднократно уже отвечал на вопросов этих слишком много не повторяются поэтому самом начале ролика покажу на сегодня как стойки обработаны это жидкая гидроизоляция то есть она была нанесена на сами стойки и на пену то есть у нас стойки не контактируют в принципе с воздухом поэтому они не имеют возможности набрать влагу из воздуха и как-то изменять свои геометрические размеры какой процент влажности был у стоек перед нанесением гидроизоляции то есть это меньше 22 процентов такой процент он и останется у нас изменяться он в процессе эксплуатации не будет в этом ролике расскажу про отделку стен из пеноплекса и обогрев мастерской под видео про изготовление самих стен было много вопросов и про вредность пеноплекса про звукоизоляцию про его горючесть про то как же вешать шкафы на такие стены и про многое другое на все эти вопросы ответил в интервью яши косяку который на днях заглянул в гости получилось ну очень интересная встреча ссылочка на ролик яши сейчас появится в верхнем правом углу и в описании под этим видео рекомендую к просмотру стены мы будем штукатурить и для того чтобы была хорошая адгезия с пеноплексом у штукатурки его надо немножко подготовить с помощью вот такой замечательной щетки то есть она применяется для удаления окалины с присварки достаточно просто это делается теперь после такой подготовки прекрасно будет держаться наша штукатурка по пеноплексу здесь мы стенки полностью уже обработали и подготовили для нанесения штукатурки следующим этапом замешиваем нашу клеевую смесь назвать этот состав клеевая смесь для системы теплоизоляции то есть она идет специально для нанесения на по пеноплексу знаю что в комментарии что шуруповертом мешать клей клей нельзя но уверяю вас что шуруповерт достаточно мощные и проходил через эту процедуру уже далеко не один раз консистенцию нашей смеси делаем средней вязкости и следующая задача нанести ее на стену даем смеси настояться как минимум минут десять и отмеряем расстояние на которое мы будем наносить смесь прикладываем штукатурную сетку то есть будем отталкиваться от ее ширины то есть первого я уже слой нанес сетка должна быть обязательно в наклёст и сделал маркером вот несколько меток чтобы было понимание на какого ширину наносить нашу клеевую смесь а и и Продолжение следует... Ну и вот так это дело выглядит, когда все у нас высохло и теперь можно отделывать, шпаклевать, либо декоративную штукатурку наносить, под покраску выводить, все что угодно. Еще один распространенный вопрос диванных экспертов в комментариях, что пеноплекс нельзя применять внутри помещений, он предназначен только для использования снаружи. Ни одного запрещающего документа я не встречал, если вы вдруг такой знаете, напишите в комментариях, я его изучу. Но есть документ разрешающий. Это экспертное заключение Головного центра гигиены и эпидемиологии, где четко прописана область применения этого материала для использования в качестве теплоизоляционного материала для внутреннего и наружного утепления ограждающих конструкций жилых, общественных, сельскохозяйственных и производственных зданий. Была масса вопросов по поводу обогрева. Тут надо понимать, что для мастерской, гаража, беседки и прочих подобных строений традиционное отопление малоэффективно. И следует обратить внимание на инфракрасные обогреватели. У них необычный принцип действия. В отличие от обогревателей масляных, радиаторов и батарей, инфракрасные обогреватели не греют воздух, они, подобно солнцу, греют предметы. А уже эти предметы после нагрева начинают греть воздух. Объем мастерской у меня около 120 кубов. И чтобы его нагреть, обычными обогревателями надо потратить очень много энергии. С инфракрасными же обогревателями все просто. Установил над рабочей зоной, в проходных местах и тебе сразу становится тепло. Стулья, столы, пол очень быстро становятся теплыми, что немаловажно. Для мастерской выбор пал на 1-киловаттные обогреватели от Балу. Каждый такой обогреватель может обогреть до 12 квадратных метров. Обогреватели размещаются на потолке или стене, занимают мало места и имеют красивый современный дизайн. Заядлых любителей загородного отдыха мороз отпугнет вряд ли. Но инфракрасные обогреватели могут сделать этот отдых в разы комфортнее. В беседке холодной осенью или ранней весной, когда компанией собираемся откушивать шашлыки и употреблять гречительные напитки, то часто можно слышать, особенно от женского пола, что холодно, хочу домой и подобные заявки. Но эта проблема решается. Можно сделать шикарный микроклимат в беседке или на веранде с помощью обогревателя серии LL Carbon, также от Балу. Он занял свое почетное место у нас в беседке, включается с пульта и имеет два контура обогрева. Может выступить шикарным подарком для владельцев частного дома. Ссылочку на эти обогреватели оставлю в описании под роликом. Ну и на этом у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Потому как YouTube, скорее всего, вам их не покажет без нажатого колокольчика, даже если вы подписаны. Если есть конструктивная критика или дополнение, пишите в комментариях. На все постараюсь ответить. Подравился ролик? Покажи это лайком. Это лучшая благодарность за работу над ним. Не понравился? Тогда ставь дизлайк. Субтитры сделал DimaTorzok